Ну, большинство людей, конечно, знает, да, про фэн-шуй, что-то, хороший фэн-шуй дома, это обозначает, даже есть такое в русском языке выражение, например, ой, это не фэн-шуйно у вас тут, да, знаете, да, ну, то есть это обозначает, ну, что-то плохо, негармонично как-то, да, да, мы знаем, что можно поставить там какое-то соляное средство, переставить туда, поставить ширму сюда и так далее. Но я была удивлена однажды, когда мы с вами беседовали про смерть человека. Я говорила вам, что я бы хотела, я же когда-нибудь умру, это понятно, то есть надо принять это, я говорю вам, что я бы хотела, чтобы мои кости не лежали в земле, не гнили там, и, наверное, я напишу завещание, чтобы меня кремировали и мой пепель развеяли на земле моих предков. И тут я услышала, узнала от вас совершенно потрясающую информацию, которую я нигде не слышала, прошу вас внимательно слушайте. А Ольвия мне говорит, а вот неправильно, если вы хотите благо вашим детям, то вы должны быть, во-первых, захоронены в правильном месте, то есть мои кости делают правильный фэн-шуй для моих детей, живущих на земле после моей смерти. И вот даже там, где могила должна быть расположена, то есть мало того, что найти кладбище, ну, например, если я умру в Германии, я живу в Германии, то здесь кладбище очень долго стоит, то есть нужно заплатить за 20 лет вперед, это тысяча евро, собственно, почему я еще хотела бы пепел, чтобы мои дети не платили за мое кладбище. Так вот, я должна найти правильное еще место, чтобы там были, ну, соответственно, там, видимо, северо-запад, бла-бла-бла, и еще не должно быть возле моей могилы какого-то деревца. Я примитивно пересказываю то, что я поняла. И вы знаете, я вот до сих пор разодачена. Поэтому, Улья, пожалуйста, дайте нам представление немножко о парсмертном фэн-шуе тела человека, ну, хотя бы вкратце, что это важно, потому что это вообще, на мой взгляд, вообще на ухау, я первый раз такое слышу. Получается, что многие люди, которые смертельно больны, знают, что смерть близка, они могут улучшить жизнь своих потомков, разместив правильно свою могилу. Я думаю, что есть страны, в которых это уже сделать относительно проще, чем, например, в Германии или в Европе. Вот расскажите об этом что-нибудь. На самом деле я могу очень долго застрять на этой теме, потому что она очень важная и главная. И если вашим подписчикам будет это интересно, я расскажу также несколько лайфхаков по этому поводу, чтобы как нейтрализовать плохую могилу. Но я хотела бы более подробно на этом остановиться и объяснить. Дело в том, что изначально вообще-то фэн-шуй был инский. То есть в основном консультанты работали на инском фэн-шуй. Почему? Инский фэн-шуй, оно влияет на поколение. И он использовал своего китайских императоров для того, чтобы править долгое время. То есть каждая династия правила, если у них был свой консультант фэн-шуй и делал могилу предков соответствующим образом, то каждая династия правила по 600-700 лет. И, конечно же, это не бред севые кобылы, а на самом деле, чтобы они оставались на уровне именно императора. Найти такие горы, конечно, не так легко. То есть самая лучшая гора, если там. То есть смысл в чем? Когда человек умирает, от него остаются кости, ДНК. И когда они в земле погребены, то понятное дело, что под землей течет энергия. Эта энергия касается костей. И если имеется какой-то могильный камень, она передается могильному камню, и от градуса зависит, как будет проживать потомство. Либо оно будет процветать, либо оно будет погибать, либо там будут все женщины бездетные и так далее. Ну, в зависимости от того, в каком градусе он размещен. Я даже могу рассказать случай из своего и своей жизни. Дело в том, что в нашем по материнской линии роду несколько моих теть потеряли своих молодых сыновей. То есть самому молодому было 13 лет, потом было 17, потом 20 и так далее. И они все буквально умерли, ну, можно сказать, в три года. За три года вот эти молодые мальчики умерли. Конечно, никто не мог понять. Ну, естественно, мы все как бы, все люди думали, а, на нас порчено вели или еще что-то. На тот момент, конечно, этот вопрос был открыт. Не так никто и не понял, почему происходит череда таких несчастьй. Но после того, как я изучила эту науку, то я пришла первым делом, я измерила могилу нашего предка, то есть моего прадеда. И каково было мое удивление, что его могильный камень настолько плохой, что вот он вызывает смертельные случаи у его потомков. И по этой причине. Почему не погибли остальные? Потому что они оказались вне Гуа. Также в инском феншуе есть понятие вне Гуа. Если ваш потомок вне Гуа, то если могила плохая, она на вас не влияет. И наоборот, если могила шикарная, но какой-то потомок оказался вне Гуа, она на него также не действует. И, откровенно говоря, я не занимаюсь инским феншуем. Почему? И консультант должен быть либо очень-очень смелым и знающим, чтобы заниматься инским феншуем, либо он должен быть дураком. Почему? Потому что ответственность за инский феншуй несут семь поколений данного консультанта. Если консультант ошибется в своих измерениях и поставит в неправильном градусе могилу, то мало того, что клиент получит отрицательный результат, то и поколение этого консультанта, дети в семи поколениях за это расплачиваются. Это первый момент. Второй момент. У меня, то есть мы знаем одного, ну я не буду ее имя называть, одного консультанта, который использовал этот феншуй инский для своего сына. как для своего сына, то есть она своего предка какого-то могилу решила поменять, чтобы ее сын получил некую высокую должность в государстве. Она ошила всего на полградуса, и от этого сын умер. Хотя у сына по судьбе не было ранней смерти, но она это усугубила неправильным градусом могильной плиты. Конечно, после этого она перестала консультировать, но я хочу сказать, что это очень опасно. И вот именно по этой причине я не меняю могилу своего прадеда, потому что боюсь ошибиться и наоборот навредить. И поэтому я туда не лезу. Но эта наука очень серьезная. Но я знаю несколько лайфхаков, как избежать. Например, человек не знает, в каком градусе поставить так, чтобы он процветал или не процветал. Для этого первое, что нужно, нужно выбрать место такое при захоронении, когда голова покойника идет на повышение, то есть смотрит на повышение, а ноги на понижение, то есть ландшафтное, там, где высоко, в этом направлении должна лежать голова, где низкая – ноги. Это первый момент. Второй момент. Вокруг могилы не должно быть деревьев, потому что если там крона широкая или какой-то куст, как только он коснется корнями могилу данного человека, то предки его будут заболевать онкологическим заболеванием. И любой человек, у которого есть онкология, и она повторяется их в роду, там, двоюродная сестра заболела, еще другая сестра заболела, там, еще ребенок какой-то заболел, то нужно обязательно проверить могилу. Если там рядом есть растения, если рядом есть деревья, прямо вот недалеко, и коснулись они корнями могилы, то будет онкологическое заболевание. Обязательно нужно это убирать. Можно растения только в горшках. Я очень извиняюсь. Можно только в горшках. То есть их держать, тогда они не вредят. Это второй лайфхак, скажем так. И третий момент. Могильный камень. Во-первых, сама могильный камень вообще не должен быть в трещинах, то есть создавать ощущение трещины. Это, допустим, бывает такие мраморы в виде трещины, еще чего-то, крапинки и так далее. Потому что оно тоже влияет. Но даже если вы ставите обычный камень, все равно его опасно ставить. Почему? Потому что вы не знаете, в каком градусе вы его ставите, и что оно принесет вашим потомкам. Лучше его вообще не делать. То есть делать просто ровно. Конечно, если вы не хотите, допустим, у потомков могут быть еще какие-то проблемы с дыхательной системой, если могила полностью закрыта, сверху зацементирована, то у потомков наблюдаются астмы, тупер-глез и так далее. Лучше, чтобы могила была открытая. То есть вот эта та часть, которая является центральной, там, чтобы была просто голая земля. А по бокам можно просто построить. Табличку разместить так, чтобы она была сверху просто. Вот человек на Геннадию читает, но чтобы она не так стояла, чтобы она не являлась как бы антенной. Вот тогда вы фактически избегаете всех неприятностей. Но повторяюсь опять-таки, что если консультант берется и ставит в могильный камень, и ему удается поставить в нужный градус, то потомки процветают. Здесь речь идет о богатстве, о власти, о занятии более высоких положений в обществе и так далее. То есть это про это. Могилу камня также делал для своего отца Трамп, но его консультант его делал для того, чтобы он стал президентом. Наш консультант, вернее, наш мастер, он говорил, то есть он знает мастера, который работал с Трампом. Это был отец нынешней Пуин. Она сейчас его консультирует. Это ее был отец, который менял могилу отца Трампа для того, чтобы он в свое время потом на 4 года пришел в президенты. То есть он просто пришел, поиграл. На самом деле у него в судьбе этого не было, но вот он пришел во власть. И он даже в каком-то мудфильме Симпсона, по-моему, дал посыл миру, что когда-то он будет президентом и там махает. Ну, конечно, все люди смеялись, что Трамп и вдруг президент. Но тем не менее смеется тот, кто смеется последним. То есть он использовал, во-первых, он до сих пор использует во всех своих бизнесах. То есть консультанты его консультируют. И не только его. Огромное количество политиков, огромное количество президентов они используют эти техники. Сейчас я хотела бы рассказать еще про одну технику, которую также используют политики, крупные компании и так далее. Техника называется Шен Ци. Живое погребение. Что такое живое погребение? Когда человеку поставили диагноз рак, и он уже на третьей стадии, ну, я уже не говорю о четвертой, когда вот уже сегодня-завтра умрет. Нет. Значит, у человека, допустим, тяжелая болезнь, он не может выстроить. Тогда делается вот эта техника Шен Ци. Берется ДНК этого человека, волосы, ногти, личная одежда и так далее. И на определенной горе, в определенный день, под определенным градусом это все хоронится. Человек выздоравливает. И живет долгие годы. То есть это реальные результаты, реальный мастер это делает. И я знаю этого мастера. Он имеет широкую популярность. Вот. Он не любит, чтобы его называли. Почему? То есть к нему можно попасть так, секретно. Я к нему так попала через сколько лет? Я искала этого мастера, но я попала к нему только аж через пять лет. Когда уровнем сознания, как я и говорю, выросло. И он не разрешает разглашать его имя. Почему? Потому что он делает вот эти боксы для очень известных политиков, президентов, для того, чтобы они были неуязвимы. То есть сколько бы врагов не было у этого человека или людей, которые захотят, допустим, устроить какой-то выстрел, допустим, в этого человека, допустим, просто убрать, или просто навредить и так далее, они не смогут ему навредить. Сама природа это отразит. И для того, чтобы навредить, нужно будет обязательно раскопать вот этот бокс. И только после этого можно навредить. Если бокс не раскопать и пытаться человека убить или там сдвинуть с места и так далее, ни у кого ничего не получится. Поэтому он держит своё имя в секрете, потому что он работает с политиками. Есть огромное количество людей, у которых... У всех политиков есть свои враги, которые могут как-то навредить. И эти боксы делались одним очень известным полководцем Цау-Цау. У него было 72 бокса. То есть об этом история говорит, пишет, что у него были вот таких захоронений 72, и его никто не мог одолеть. Он из простолюдин поднялся до уровня императора и, естественно, правил. И сколько бы людей не было бы, оппонентов, которые хотели на него напасть, никто его не мог одолеть. По одной простой причине, что его кости были захоронены в таких местах, где сама земля его просто охраняла. То есть это Ци. Ци дракона, как мы говорим, она его охраняла. Вот и всё. То есть вот такие техники есть. И они используются. Я знаю, кем используются, какие результаты и так далее. Да. Продолжение следует...